Как мужской баскетбольный Енисей начнет домашнюю серию матчей регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ? Какой триллер можно посмотреть на выходных, куда сходить и с пользой провести время, знает Анна Игнатенко. Далее рубрика «Афиша». Красноярский Енисей встретится с Астаной из Казахстана. Матч принципиальный. Победитель забронирует себе место в восьмерке сильнейших в Единой Лиге ВТБ. Команды встречались осенью прошлого года и тогда только в конце второго дополнительного времени Астана вырвала победу. В Красноярске это поражение считают самым обидным в сезоне и готовятся взять реванш. Прежде всего мы профессионалы, дело не в реваншистских настроениях, а в желании победить. Команде нужна победа и мы помним игру с Астаной. Она не была легкой, астане чуть повезло. Думаю, что у всех есть желание просто выиграть, потому что это наша работа. Любителям ужасов, фэнтези и других бодражущих нервы жанров придется по душе лента производства Германии и США «Лекарство от здоровья». Действие разворачивается в швейцарских Альпах. Туда отправляется молодой амбициозный сотрудник на поиски руководителя своей компании. Очень скоро случайный гость понимает, мирное заведение скрывает множество тайн, которые ему придется раскрыть. Выставка уроженца Железногорска Сергея Шаповалова под названием «Девиз при помощи слова вернет нас в доброе прошлое на 50 лет назад». Автор представит публике мудрые изречения в актуальной оболочке. Это советские смыслы и идеи, которые подарят всем пришедшим порцию ностальгии и патриотизма. Все работы выполнены в технике леттеринг. Это когда вы нарисовали буквы руками, и это только уникальная надпись, уникальное сочетание букв, уникальное сочетание слов только для одной надписи. В этом особенность леттеринга, что это незаконченная надпись сразу, в нее можно вносить изменения другими инструментами, то есть дорисовывать детали. После обрабатывать это уже на компьютере. Известный российский музыкант Олег Митяев приедет в Красноярск в рамках своего юбилейного тура. Барт, автор и исполнитель представит полюбившиеся публики хиты. Что интересно, на своих концертах Митяев всегда ведет диалог со зрителями. Они присылают артисту записочки с рассказами о себе, забавными случаями с жизни, а он отвечает поклонникам со сцены. Такие послания Митяев оставляет на память, а самые забавные истории позже публикуют в своих книгах. Помните, выходные нужно проводить с пользой и удовольствием, так что планируйте свой досуг интересный и отправляйтесь за новыми впечатлениями. Анна Игнатенко, Валерий Чащин, 7 канал.